Хай, привет, друзья! Меня зовут Стас Вулканов, я околоблогерный путешественник из Синеокой. В этом видео я хочу рассказать, как я размещаю свои шмотки на сапе во время сплавов. Что где лежит, куда деть насос, как скрутить сумку от сапборта. Вопрос неоднозначный. Можно сказать, как хочешь, так и размещай. Но во всем есть нюансы, и хорошо, когда есть пример, от которого можно отталкиваться. И этим примером я постараюсь быть. Этот видос можно назвать продолжением предыдущего, под которым вы накидали сумасшедшее количество комментариев, за что я вам очень благодарен. Розыгрыш походной еды будет в конце ролика. На моем сапе есть два места для багажа. Спереди и сзади. Вещи крепятся стропами, и даже если сап перевернется, багаж не пойдет ко дну. Проверено лично на Кременчугском водохранилище. Спереди размещается основной вес, это гидробаул, на 70 литров, весом примерно 15-20 килограмм. Пара полторашек воды и экшн-камера. Если жарко, то гидроботы тоже кладу под стропы ближе к баулу. В гидромешке размещаю вещи в зависимости от того, чем пользуюсь чаще. Каждое утро все барахло упаковываю снова. Сзади укладываю рюкзак от Сапа, насос, обувь. Обычно это летние легкие кеды, и места они почти не занимают. Палатка, когда мокрая. И спинник. Сверху все это укрывается спас-жилетом, выглядит вполне компактно и эстетично. А вот так я упаковываю насос и рюкзак от Сапа. И прячу под задние стропы. Сверху накрывается спас-жилетом. Ну и сюда дофига еще может влезти, поэтому тут уже каждый по-своему. В этом году собираюсь поднять визуальную составляющую канала на новый уровень. Хочу прикупить рон, чтобы показывать всю красоту мест, в которых доводится бывать. 70% всей суммы уже в кармане, но процесс накопления затягивается петлей вокруг моей шеи. Если у вас есть возможность помочь парой рублей, то информация будет под видео. Важно, не нужно помогать, если у вас у самого мышь в холодосе повесилась. Но если возможность есть, я буду благодарен. У каждого свой подход, свое место для багажа и так далее. Я рассказал, как это делаю в своих сплавах сам. Рано или поздно лучшее расположение вещей отыщется опытным путем. Достаточно сплавиться к Черному морю. Ну или по ближайшей реке пару дней. А теперь небольшой бонус. Под прошлым видосом вы накидали огромное количество полезных вещей, которых я забыл упомянуть. Решил, что из этого списка можно составить новую сборку. Фибер-сборка. Итак, ребята, пробежимся по сложившемуся списку. Переходник для газового баллона. Очень полезная вещь, потому что есть обычно два вида газовых баллонов. У одних накручивается резьба, во-вторых, вставляется такая штуцерная система. Обычно я покупаю вот именно, которые закручиваются. Их сложно найти, они обычно продаются в специализированных магазинах. А цанговые такие штуцерные, они продаются везде, на каждом углу. В любом рыбацком магазине. Когда есть такой переходник, можно использовать любой баллон. Какой тебе попадется по пути, когда свой закончился. Гидробаул, конечно же, в моих путешествиях есть гидромешок, в котором хранятся все вещи. Почему я об этом не сказал сам, не могу понять. Усилить аптечку. Само собой, моя аптечка не показательная. И там много чего не хватает. Так что усилить не мешало бы. Панама с широкими полями. Неплохой вариант, но я не люблю панаму. Хэбэ перчатки против мозоли. Запасное весло. Если есть свободное место, почему бы не взять? Протеиновые баллончики. Баллончики. Протеиновые батончики для восполнения белков. Отличный вариант. Он не такой большой, как банка, допустим, с протеином. Моя прелесть. Их легко дозировать. Не нужно там высыпать, рассыпать. Армейские сухпайки. Я, кстати, присмотрелся к этой теме. Посмотрел на сайтах. У нас в Беларуси, благо, есть места, где продаются сухпайки армейские. И там какое-то просто голову сносящее количество калорий в одной порции. Одну такую порцию можно спокойно разделить на два дня. Нужно будет попробовать. Мне очень интересно, что из этого получится. Конечно же. Конечно же. В лагере нужен фонарь. Я совершенно об этом позабыл. Иногда приходится ночевать в таких местах, что в потемках можно и ноги сломать при попытке отойти по нужде. Так что маст хэв, конечно же. Когда я путешествовал к Черному морю, я плыл ночью. Потому что ночью было не так жарко, как огнем. А днем спал. На судоходных реках там постоянно либо рыбаки ездят на моторках ночью тоже со своими фонарями. Либо вообще баржи плавают. И поэтому тебе необходимо себя обозначить на русле. Так что это еще один вариант применения фонаря. Фильтр для воды. Накручивается на пластиковую бутылку. Довольно удобные вещи. Я видел такие. Но обычно я набираю воду в местности, в которой проплываю. Можно будет прикупить. Огнево. Огнево отличная вещь. А самое главное, она не боится намоканий. Для сплава это самое то. Таблетки для розжига. У меня такие были. Разжигались они хуже, чем дрова. И поэтому с таблетками как-то у меня не срослось. Супы быстрого приготовления, как походная еда. Клевая идея. Я сам такие юзаю в бытовухе. Почему бы не применить их и в походных условиях. Там они тоже такими брикетами продаются. И этот брикет можно отделить на 4 части, наверное. Короче, нужно попробовать. Гамак. В путешествии я ни разу не юзал. Да что уж там в путешествии. Я вообще не юзал гамак. И очень хочется. Мне кажется, что в пути нужна привычка. Но когда привыкнешь, это будет прикольно. Да вы просто представьте себе. Валяешься, смотришь на природу. Валяешься в гамаке. Просто сказка. Короче, хочется попробовать. Вот такой список получился из комментариев, которые вы прислали. Огромное спасибо, ребята. Комментарий было целая куча. Розыгрыш уже сейчас. Итак, победитель в нашем разыгрыше походной еды. Да что ж ты там сгенерируешь что-нибудь. 25. Контактус. Контакт трус. Контакт трус. 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 Контакт трус. Проверка комментария. Про саблиматы пока особо не думал. Честно говоря, планирую обойтись обычными продуктами. Так. Хорошо. Подписка. Есть. Лайк. Есть. Все. Замечательно. Что ж, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про комментарий и пальцы. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующем ролике. Всех обнял. Скоп. А теперь небольшой бонус. Под прошлым видео вы предложили... А теперь небольшой бонус. Под прошлым видео вы... Блядь. Спокойствие. Ты смеешься?